приветствую всех надеюсь мне удастся залить это видео постараюсь быть не слишком многословным хотя сразу хочу захватить несколько тем в одном ролике честно друзья простите мне самому не нравится слишком длинные ролики но иногда тему никак не вложишь в 10 минут итак сначала буквально пару слов о видео которое я залил вчера не трогайте русских почему они такие и вот я сегодня утром получил вот такое смешное уведомление как вы думаете за что можно было удалить видео где я рассказывал о пьяном блогере который кричал о ненависти в отношении чеченцев а дальше я говорил о том что ну скажем так не совсем русские вернее те кто называют себя русскими часто русскими не являются а являются потомками татара монгольской орды как мы знаем 300 лет смешивающий свой генов фонд с славянским населением проживающим тогда на этих территориях вот и вся тема ролика знаете за что его удалили ну вот давайте почитаем youtube в очередной раз аплодисменты видео на клубке русских почему они такие было удалено поскольку в нем нарушаются права в отношении безопасности детей вот так я сегодня посмеялся и подумал да не случайно они вели это ограничение что теперь все видео надо отмечать как видео для детей и видео не для детей я конечно все свои видео сразу отметил что они не для детей то есть весь мой канал не для детей и тем не менее любой ролик сейчас могут удалить вот с такой смешной формулировкой в том самом ролике где я рассказываю об алкаше блогере вот объясните мне ребята как это может ну хоть каким-то боком быть связано с безопасностью детей одним словом youtube разочаровывает все больше и больше ну вот лично у меня нет фактически никаких сил присутствовать на этом ресурсе меня очень радует что сейчас набирает обороты patreon я наблюдаю как сотник пытаются перетащить туда свою аудиторию и многие другие молодцы нужно это делать и вам зрителям я хочу сказать если вы на самом деле хотите иметь авторов которых вы привыкли вам интересно мнение нам действительно нужно подумать о том чтобы сделать там дополнительный ресурс в чем заключается система patreon на патреоне человек делает ежемесячную подписку от одного доллара то есть это могут может быть действительно всего один доллар в любой момент может подписаться дальше пользуются контентом и самое главное у автора там развязаны руки можно использовать любую музыку ну например уж точно там бы этот ролик не удалили с такой смешной формулировкой можно говорить на любые темы нет фактически никаких ограничений и это здорово это никак не связано с подарками с донатами это просто хоть какая-то оплата авторы и самое главное прекращение унизительного положения блогеров на youtube это первое что я хотел сказать одно самая главная тема это прошедший у нас на выходных ураган под именем сабина одну начали говорить еще за неделю предупреждая что в субботу воскресенье 9 и 10 этот ураган или оркан тиф по-немецки достигнет берегов германии именно со стороны северного моря он действительно пришел и это было ну я могу сказать как житель юга это было страшно такое ощущение что у тебя в доме просто сорвет крышу вот так как это говорится в поговорке например у моего соседа просто отстегнулась и улетела калитка вся дорога завалена ветками и частями деревьев вот приблизительно так сейчас у нас выглядит улица на самом деле дети сегодня не пошли в школу вчера было приостановлено движение на поездах и и авиасообщение сегодня утром сказали что на бирже во франкфурте боятся включения электроэнергии что может способствовать хаосу и так далее так вот сабина оказалась на самом деле сильно вот сейчас на фоне вы видите яских корреспондентов мужчину и женщину которые страны северного моря рассказывают о 12-бальном шторме ожидающимся ночью но я этот ролик делаю не потому что я хочу просто поделиться о том какими ужасными бывают ветра здесь в германии а поговорить о том что вот лично я наблюдаю катастрофическую картину еще в начале 90-х здесь на юге где я проживаю мы видели снег и даже катались на санях и абсолютно четко помню у меня есть очень много фотографий этот период еще застала моя старшая дочь теперь уже много лет снега нет вообще то есть зима в германии выглядит вот таким образом но это туманы это похолодание погоды но это всегда зеленая трава это почки на кустах и деревьях всю зиму уже расцвели миндальные деревья нарциссы тюльпаны гиацинты как сообщают садовники поднялись на 10-15 сантиметров вот-вот готовы распуститься кажется это все замечательно климат становится приятнее и теплее но кроме этих прелестей возникают следующие проблемы соседний со мной городок последние пять лет приблизительно по уши в воде но он находится ниже нашего города и как только поднимается вода в ручьях там у них в подвале вода стоит по колено последние пять лет когда-то в середине 90-х я столкнулся здесь на самом деле сильным ветром которого в россии у нас никогда не было вот не было такого сильного ветра я тогда удивился что падают деревья выворачиваю шильды даже собаки не могут идти по дороге а их подхватывает ветром и проносит на несколько метров это такое своеобразная немецкая торнадо и тогда уже ветра эти пугали своей силой но происходили они с регулярностью приблизительно раз в 3-4 года а сейчас ситуация следующая буквально осенью этого года был опять же сильный ураган кажется дано так вот во время этого урагана по той дороге по которой я постоянно езжу на работу были повалены больше ста деревьев дорогу закрыли больше чем на неделю и по 12 часов беспрерывно распиливали и вывозили то что натворила природа и не прошло и трех месяцев и вот снова ураган сабина при этом метеорологи говорят что это не конец еще через два мы переживем снова сильнейший ураган который пока еще не имеет имени я хочу сказать что вот эти ужасающие ветра наносящие вот такой ущерб стали повторяться в год по 4-6 раз ущерб которые они наносят оцениваются в многие миллионы немцы не успевают разгребать один завал и тут же через несколько месяцев возникает новый к чему я все это говорю все мои друзья кто остались в россии и в других странах говорят об изменениях климата там где раньше было тепло и приятно например италия испания становится невыносимо жарко там где климат был разнообразным как например здесь климат становится однообразным то есть это либо все время состояния весны либо все время состояния осени а лето 1-2 недели температура может подняться до 42 градусов побед очередной рекорд 42 градуса было прошедшим летом раньше советском союзе такая температура была только в азии где-нибудь в узбекистане и то там климат сухой и 42 градуса там вынести можно а вот в европе с ее реками озерами огромным количеством дождей 42 градуса это убийственно школы закрывались люди ходили потные мокрые простывали одним словом эти страны не привыкли к такой высокой температуре так вот к чему я все это веду в этом году начнется предвыборная кампания американского президента и судя по всему популист и на мой взгляд не вполне здоровый человек трамп может снова прийти к власти этот человек за время своего правления нанес столько зла что наверное три президента американских не справились бы с этой задачей во первых он разрушает нато во вторых никогда еще отношения например германии и сша они были такими напряженными и холодными он разрушает евросоюз как мы знаем брексит был воспринят трампом как большая победа и он обещал англичанам многомиллионные сделки если они все-таки пойдут на разрушение европейского союза одним словом трамп вбивает колья во все трещины какие только может для того чтобы эти трещины увеличились я уверен у меня нет ни малейшего сомнения что действует он по наводке кремля буквально яростное сопротивление республиканской партии остановила его импичмент а то что он импичмента достоин уверены все ведь он разрушает не только международное отношение но он разрушает свою собственную страну ее устои те основополагающие принципы на которых строилась американское общество там разделяются семьи люди не могут получить многолетний вид на жительство разрываются взаимоотношения между рабочими и работодателями рушится вся система люди беспрерывно говорят о том что невозможно терпеть то что делает трамп с этой страной и в экономическом смысле страна падает по всем показателям при том что трамп продолжает говорить что в стране все отлично что он все делает хорошо и врет в очередной раз так вот трамп это тот самый человек который оказывает активное сопротивление для создания серьезных групп объединений в направлении изучения проблемы с изменением климата как только этот человек пришел к власти а точнее 1 июня 2017 года он заявил что сша прекращают участие в парижском соглашении 2015 года парижское соглашение я напомню было в срочном порядке достигнута между крупными странами для исследования климата и поиска совместных путей самых крупных ученых и представителей цивилизованных стран в случае если на планете начнется климатическая катастрофа то есть не нужно ждать когда жить на этой планете станет невозможно а нужно сейчас уже попытаться что-то предпринять возможно строить какие-то убежища возможно мы нуждаемся в каких-то подземных надземных ковчегах ну я называю просто ковчег но это могут быть некие объекты где бы люди могли сохраниться случае если наводнения станут слишком часто повторяться если как мы наблюдали в сибири и в бразилии начнут полыхать тайга или джунгли наверняка и в моем детстве тайга горела но это были такие незначительные очаги что их довольно быстро могли погасить в прошлом году мы с ужасом наблюдали как в тайге в сибири сгорело 3 миллиона гектаров не обращать на это внимание это преступление перед человечеством и трамп как президент самой крупной и ведущей страны на этой планете демонстративно выходит из парижского соглашения мотивируя это тем что для американских компаний необходимо и дальше свобода в добыче полезных ископаемых другими словами они хотят продолжать выкачивать нефть загоняя в эти скважины питьевую воду они хотят по-прежнему строить нефтеперерабатывающие заводы и они хотят по-прежнему качать газ и обогащаться в этом как вы понимаете прямой интерес например россии так как россия вообще не может существовать без продажи нефти и газа на этой планете есть несколько государств паразитов которые в гонке за своим обогащением в конечном счете убьют нашу землю так вот что я хочу сказать идиоты поддерживающие трампа которые с высоких трибун заявляет что нет никаких предпосылок для тревоги все хорошо ребята я говорю вам что экологи вешают лапшу на уши на самом деле все замечательно расслабьтесь говорит президент трамп так вот лично мне как обывателю его слова по боку потому что я на самом себе ощущаю насколько стремительно меняется климат конкретно в том месте где я живу и никто ни один трамп не переубедит меня в том что ураганы в германии значительно участились что что-то происходит не так никогда не было такого что мы беспрерывно разбирали один завал за другим что мы ходили в резиновых сапогах у нас поднималась вода в ручьях до максимального уровня и мы не знали что с этим делать мы не знаем что делать с сгоревшими гектарами кукурузы на полях потому что температура поднимается выше 40 то к чему здесь не готовы и я уверен что везде на планете люди сталкиваются с такими проблемами и это преступно что до сих пор мы не делаем никаких шагов нам не нужна грета тумберг нам нужны настоящее сообщество ученых нам нужны средства для того чтобы искать выходы из этого ну и конечно желание всех стран заниматься этой проблемой поэтому слушающие меня русскоговорящие граждане соединенных штатов я знаю как многие из вас очарованы этим расистом садистом я бы сказал хорошо развешивающим лапшу пришло время выбирать других людей пришло время не закрывать глаза что что-то вокруг нас происходит не так я далеко не человек который легко впадает в панику я просто вижу что каждый следующий ураган германии становится все сильнее и разрушительнее напишите наблюдаете ли вы там где вы живете что что-то происходит с климатом можете просто написать часть света не знаю юг россии запад россии может быть испания греция если не хотите писать конкретно город мне интересно знать лишь у меня такое ощущение или у многих других тоже на этом все в моё окно бьется ураган сабина не знаю слышно ли это сейчас через микрофон в квартире становится очень очень шумно я вынужден закончить этот разговор всего всем доброго надеюсь сабина не дай год до вас пока а